Всем привет! В этом видео будут тесты встроенной графики от Intel, тесты GMA3150. Для нее выделено 256 мегабайт из оперативной памяти. Материнская плата принимает в себя ноутбучную DDR3. Память работает только в одноканале. Всего в оперативной памяти 4 гигабайта. Процессор стоит двухъядерный 4 поточный Atom D525. Операционная система для тестов 64 битная Windows 10. Драйвера использовал стоковые. Найти сайт с поддержкой моей материнской платы не удалось, но были с похожими характеристиками платы от Asus. Также там можно взять драйвера для чипсета. Ссылки будут в описании итак начнем. Первая игра Terraria. В HD разрешении на минималках при максимальном зуме камеры среднее значение фпс составляет 25 кадров в секунду. Следующая игра Portal. И на минимальных настройках графики в режиме DirectX 8 в HD разрешение стройка смогла выдать у портала в среднем 20 кадров в секунду, что и играбельно с натяжкой. На этом играбельные игры закончились. Я пробовал запускать другие игры, например, Unface Underground 2, Генералы, первая часть Flatout, Ex Machina. Все эти игры пошли с очень неиграбельным фпс. Также я пробовал протестировать Майнкрафт. Самая последняя версия, которая смогла запуститься, это версия 1.13.2. Но даже с модификацией Optifine на абсолютно минимальных настройках было неиграбельно. Stardew Valley, Osu и Эпоха Империи 2 HD не Definitive Edition просто не запускались и выводили ошибки. Крайне не рекомендую приобретать по дешевке ноутбуки или компьютеры с таким железом, особенно с такой графикой. У меня недавно был ноутбук от E-Machines, а именно эта модель. Вместо D525 был установлен процессор N450 и была установлена память DDR2, также в одноканале. Там ситуация была еще хуже, даже простой серфинг в Яндексе или Википедии был некомфортным. YouTube не тянулся от слова совсем. Поэтому GMA3150 с атомными процессорами подойдет исключительно для работы в офисных программах или составлять основу локального файлового сервера. Буду рад прочитать комментарии о работе на этом железе. И до следующего видео.